привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня на ужин хочу приготовить вкусно скумбрию готовить и буду им духовке посмотрел в аналитике скумбрия в духовке самый популярный запрос на ю тубе ну посмотрел что люди из нее готовят в духовке это как-то всего парочка рецептов интересных попалась как-то очень еще особенно с нее не делают и хочу поделиться с вами двумя своими рецептами и думаю вам будет интересно и также вкусно просто мне когда вы приготовить и попробуйте готовить будем скумбрию сейчас мы разделом на филе она гарнир я покажу как быстренько просто придет очень быстро и просто приготовить такую азиатскую закуску жареный рис называется но и скумбрии тоже будем делать так в азиатском стиле скажем так восточном ступо сочная еда с дальнего востока скумбрия выбрал вот у нас кумбрии килограмм стоит 120 рублей здесь на сто пятьдесят рублей какие-то в районе полкила и больше 1 литвы я говорю это потому что выбирайте магазине самых крупных каких найдете вот для засолку закона копчения взял поменьше вот эти самые большие выбрал и сейчас сделаем из них скумбрии в духовке так перво-наперо нам нужно ее разделать на филе это просто покажу так давайте пока это уберем эту сторону поднимаем плавничок под плавничком и направлении головы но там делаем надрез опять раз его удаляем теперь по спинке вот где плавничок у нее ножом шкурку подрезаем нож не заглубляем просто подрезаем шкурку до конца хвостика теперь перевернем его здесь вот делать мне колючки вот на хвосте нужно сделать еще один надрезик и по брюшку так теперь можно уже у нас как намечен фланда ведем чувствуем ребрышки довели примерно до серединки все лишнее убираем но помоем и переворачиваем опять делаем опять доли спинных колючечек этих просто шкурку подрезаем нам потом будет удобнее ее разделать раз подрезали и все теперь просто приподняли бюшку косточки из брюшка убрали они вон сами это стоят у нее с той филешки то же самое сейчас сделаем вот смотрите получилось аккуратненько филе хотя скумбрия рыба очень нежно и прям в руках расползается сразу все это сейчас со стороны сделают то же самое и будем уже дальше делать маринад которым будем сначала мариновать а потом уже сделаем панировку нашу скумбрию так ну что друзья вот рыбу на филе раздел обмакнул бумажным полотенцем вот такие филешки у меня получились дальше теперь нужно их немножко под мариновать чтобы это было действительно вкусно здесь у меня 2 столовых ложки меда добавляем сюда на такой объем немножко своего соусу солить я не буду солью я хочу замариновать соус в маринале ложка кунжутного масла для вкуса и аромата русская горчица можно взять дежонскую кому как она нравится но мне кажется русская будет сама то ядреная а с медом отлично сочетается все добавляем сюда ложку горчицы теперь все это дело нужно перемешать в однородную так сказать соусную массу лучше это делать венчиком я все размешали покажу что получилось вот я смотрите размешал все в однородную массу получилось такой вкусный маринад который отлично подойдет на маринование с кумбрией дай любой другой рыбы для запекания в духовке попробуйте просто и вкусно теперь берем миску выкладываем сюда нашу рыбу на эти волосы сделал и заливаем на эти волосы на эти волосы на эти волосы классно цвет красивый камера передаст нет интерес такой как будто уже копченый рыба ну все оставляем ее на минут на 15 на 20 на 20 10 минут пускай нижняя помаринуется потом я их местами переверну поменяю и 10 минут все равномерно промариновались так мы пока литка готовится по доходу маринуется давайте сделаем сейчас пода нее панировку что собственно самое интересное то и будет эта панировка так все давайте приберутся и будем делать панировочку друзья все я прибрал маринуется и хочу предложить вам панировку для нее двух видов оба будут вкусные и интересные и как самое главное они будут необычные один вариант панировки будет это вот такая вот китайская приправа заправка не знаю это как печенье такие состоит она из обжаренного перца кунжута арахиса жареного лука цвета фукурузной муки обваленная и зажаренное масло получается такая штука у нас продается магазинах перец просто обычный круглый перец порезанный и сюда поджарена классная приправа мясу заходит вообще изумительно и не получать классно панировка сейчас это все дело растолку в ступке для этого нам понадобится соответственно этого приправа стоит вот эта баночка 48 рублей я думаю недорого есть еще один вариант это желтой крышкой это с красной нету посмотрел урок лифы внешне все одинаковые на вкус одно и то же просто разные разноцветные крышечки делают выдать маркетингу маркетинговых покупали думаешь на разные на самом деле одинаково желтая красная пушка значения не имеет сейчас это на втулку вас это мы растолчем а вторая полировка будет это острое они такие жгучие довольно таки это будут крабовые чипсы они сделаны из кукурузной муки это типа только кукурузный хлопья ну со вкусом краба там напоминает отдаленно что-то очень маленько ступлю буквально два слова все знают салат крабовых палочек кукуруза крабовые палочки вареное яйцо там огурчик потерей майонез вот возьмите вот такие щипсы не бывает креветочные бывают трабовые не тушь важно посыпьте свой трабовый салат ну так сказать крабовый салат палочек вот этими щипсами перемешайте все только посыпать непосредственно перед подачи на засну на столу чтобы все ли посыпали перемешали сразу кушать начальнический сайт перестает хрустеть вкус совершенно другой будет вашего привычного обычного трабового салата рекомендую так пачку мне закрыта я сейчас просто выпустить воздух берем обычную скалку для пельмени совсем-совсем-совсем в однородную пыль муку не надо их раздавливать вот так кстати вот они бывают видите креветки стоят буквально тоже рублей 35 на чашолок ну планировка офигенная получается готова теперь засыпаем в ступку вот это вот сухари печеньки и сейчас от них тоже надо раз ну расположен такую фракцию и средний я не возьму но никакой состав кунжут арахис лучок перчик кукурузная мука пахнет очень вкусно и на пусто вкусно тебя такая ореха перченая будет обмазать когда наши скумбрии офигенно вещь растет все в одну пасту более-менее так однородную пойдет ну все скумбрии подмариновала сейчас включу духовку разогреет пускай разогревается и приберу все и мы продолжим духовку должна быть разогретым на максимум градусов 200 250 у кого как я уже ну все духовка нагрелась рыба замариновалась давайте продолжим берем противень я накрываю обычно бумаги чтоб потом просто не было легче мыть можно фольгой можно не открывать это уже на ваше усмотрение берем филе рыбы держим чтоб сделал маленько стекло стекло маринат лишний одну филишку и вторую мы сделаем две ну одну рыбу сделаем в чипсах но сделаем ореховые заправки так вот с чипсовой если более-менее все понятно открываем пачку вот мы отличная панировочка получилось рыбные котлеты не можно обваливать так ладно не будем опитаться засыпаем или крупные кусочки пальцами раздайте на очень очень легко удается есть есть котлеты по-киевски на крупных сухарях у нас будет сардина скумбрия которая почти по-киевски привет массовом растительную бумагу не смазываю потому что вот эта панировка перечная орехова смотрите какая жирная там и так не прилипнет а здесь у нас не должно прилипнуть потому что не даст панировка из чипсов рыбе прилипнуть просто так выкладываем на противень обалдеть панировка нас не даст рыбе наши пересохнуть во первых во вторых она будет хрустящей в третьих какой никакой а запах краба в этой панировке есть и рыбка будет с таким интересным привкусом все готово короче стена высыплю так спорте и разверну по себе сделаем отлично так и оставшиеся две рыбы складываем рядом отлично все на профиль на 1 вошел так и обмазываем наши орехово перечной пастой вот это вообще шикандос моя любимая панировочка я часто делаю я делаю правда не скумбрию сега филе сега срезаем поэтому рецепту тоже также мариную получается изумительных сега жирная рыба и вот с этими теми делами очень классно все это дело сочетается красный отец друзья короче где маленько просыпался этот чипсовый краб я маленькой сдвинул и положил эти кусочки на него чтобы не по ремене не прилипали а сверху вот обмазка ореха а так будет и думаю замечательно все запихиваем все это дело в духовку загретую на 200 градусов буквально на 10-15 минут мы уже смотрите чтоб подрумянилась корочка и все было готово готовится очень быстро но покажется запихаю эту духовку мы с вами быстренько приготовим жареный рис на гарнир кому интересно смотрите дальше так друзья маленькое отступление вы довольно часто пишите чтоб я вам показывал или писал в описании конкретный рецепт я вас услышал кто просил и на яндекс джене у меня есть канал 2 на том канале будут выходить параллельно с видео на ю тубе параллельно подробные рецепты с фото с описанием процесса и граммов на всеми делами так что ссылочку оставлю в описании заходить да считайте смотрите там что непонятно пишите можете подписаться там на мост на мой второй канал на ядер за и так что все закидываем духовку и же 10 минут ну 15 может так друзья для жареного риса нам понадобится отварной рис белый рис без всяких там без ничего короче здесь у меня 300 грамм риса сухого смысле для сухого 300 грамм вот получился такая миска большая 3 яйца курина немного зеленого луку и растительное масло все больше ничего не нужно сейчас яйца нужно бить сделать омлет взбить ничего сложного в этом нет ну так как я солить его не буду рис жареный я буду пользоваться своим теряйте соусом варю сам не знаете кому-то интересно пишите комментариях может быть я вам сниму видео я делаю его по-своему но не такой насыщенный концентрированный вкус у него на более богато чем который у того как раз в магазинах сейчас яйца взбиваем яйца не солим не перчим ничего с ними делать просто взбиваем все потому что там соль перец у меня есть уже в теряйте моем если у вас не знаю как у меня теряйте или что-то другое покажешь посоливать и подпешиваете что делаете так я сейчас забью лучок порежу все подготовлю нужно очень глубокая сковородка у меня сейчас нагревается на другую сторону все разы но и покажу как готовится здесь буквально 5 минут а его же за это время подойдет друзья сливы растительное масло 0 0 в сковороду глубокую кидаем сливочное масло сейчас начнет разогревается и туда пахнет уже наши взбитые яйца взбиваю масло вот смотрите кинули масло и вот эти белую часть ножку так только двух и закидываем туда мыслика разрешали запах ушел сейчас выливаем омлет и без конца так вот размешиваем это дело я должен записывать и волокна буквально все вот реально времени конечно то не мог настоящий на хорошие горелки ну все возможности готовить яйца разбили засыпаем сюда рис рис пошел оп быстренько все это дело перемешиваем чтобы рис у нас соединился с лицом теперь засыпаем зеленый лук сливочного масло в минусе то есть поток и сливочный 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 лук и солим лук и солим и стыле густоек реакивания для сливочного масла он у меня довольно таких соленоватый достаточно куда-то делать перемешиваем ну все Получился ничуть не хуже, чем какой-нибудь плов. В Азии это очень распространенное блюдо, подается практически ко всем, ко всей еде. Сейчас еще маленького поджарю и готово. Рыба тоже готова. Сейчас буду собирать наше блюдо и все покажу. Что, друзья, вот что получилось с рыбкой. Сейчас чуть-чуть остынет и уже соберу блюдо. Видите, здесь в крае мелкие подгорели, но на рыбке все отлично. Ну, сильно гореть. Сейчас чуть-чуть подостыло, чтобы ее можно было снять. Сейчас соберу блюдо и попробую, и расскажу, как вам, как мне это на вкус. Ну, вот, в общем-то и все, друзья. Рыбка готова. Вот такая получилась. Попробуем. Давайте сейчас разломим посередине. Так, рис. Ну, рис жареный, как всегда, он всегда вкусный. Чего его пробовать? Рис офигенный. Вот рыба. Оп. Нет, друзья. Все, я заканчиваю это видео. Блин, это офигенно вкусно. Вот мой любимый вариант с орехами и чили. Ну, а жене нравится такой крабовый вариант. Он тоже вкусный, но это такой, знаете, лайтовый, легенький. Я люблю, чтобы маленько было с перчиком. Ну, все, друзья. Все, на этом я заканчиваю это видео. Всем пока, кому интересно и полезно, ставьте пальцы вверх. Кому они интересны и бесполезны, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, какие-то вопросы, предложения спешите. Всем прочитаю, всем отвечу. Кому нужен непосредственно рецепт, там с громовками, более подробного описания. Заходите на Яндекс.За. Ссылочка будет в описании. Ну, все, друзья. Ну, кого хочешь, не забудьте нажать. Там горбуша солится, будем коптить горячего копчения. Селедка будет, кожушка будет. Короче, планов очень много. Ну, будет интересно. Любите рыбку готовить, подписывайтесь. Ну, все, на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok